В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Трагичный конец торжества. Смертельное ДТП случилось в Баба-Юртовском районе, где кортеж молодоженов попал в аварию. Планы поменялись. Вместо теракта – решетка. Трое дагестанцев, которые планировали взорвать отдел полиции в республике, предстанут перед судом. На курорт без пересадок. Аэропорт Махачкалы запустил прямой авиарейс из Дагестана в Анталию. Чтение Корана, совершение намаза и не только. Для детей, желающих постичь азы ислама, в центральной джомомечети открылись летние курсы. Страшная трагедия. Обернулась свадьба в Дагестане. Смертельное ДТП случилось в Баба-Юртовском районе, где кортеж молодоженов попал в аварию. 21-летний местный житель за рулем белой гранты выехал на встречную полосу и столкнулся с газелью. Водитель легковушки и два его пассажира, которым было 21 и 22 года, погибли. За жизнь еще одного борются врачи. Возбуждено уголовное дело. Трое дагестанцев, которые планировали взорвать отдел полиции в республике, в ближайшее время предстанут перед судом, сообщает региональный следком. Они объединились и создали террористическое сообщество в 2021-2022 годах, когда отбывали наказание в исправительной колонии номер 2. Подозреваемые приобрели у неизвестных 4 гранаты и комплекты для изготовления взрывчатого вещества, которые перевезли в арендуемую квартиру. Свой преступный умысел местные жители не довели до конца, потому что их вовремя поймали сотрудники правоохранительных органов, всем задержанным от 27 лет до 31 года. Они проходят по шести статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. И к другим темам. Аэропорт Махачкалы запустил прямой авиарейс из столицы Дагестана в Анталию. 2 мая был совершен первый вылет в курортный турецкий город. Полеты будут выполняться регулярно, три раза в неделю, в среду, пятницу и воскресенье. Стоимость билетов пока варьируется от 6 до 20 тысяч рублей. Республиканский Маджли Салимов прошел в селении Казяку-Мух. На мероприятии выступали известные богословы и проповедники. Также разыграли три путевки на Малый Хадж. Место проведения было выбрано не случайно. Кумух – родина выдающихся богословов и праведников. Мероприятие, организованное Муфтиятом Республики, – дань уважения истории славных предков. Для участия в Маджли Салимов в Кумух съехались также жители других горных районов Дагестана. Уважаемые братья и сестры, жители села Гази-Кумух всего Лакского района и гости, которые приехали к нам из далеких углов нашей республики. Есть гости, которые приехали из далека за пределами республики, которые услышали о нашем сегодняшнем мероприятии, республиканском Маджли Салимов. Оказывается, мне сказали, что подобный Маджлис, ну впервые за 19 лет в этом районе, что в таком формате республиканский Маджлис Салимов вот сегодня прошел, это прекрасная новость. Я думаю, это начало новой истории. Тем более и марафон детей, совершающих намаз за имамом. И этот Маджлис, я думаю, это все, я уверен в том, что это все указывает на то, что жители, в первую очередь, жители этого района, этого села становятся лучше, богобоязненнее. Сегодня во всех мечетях республики прошло открытие летних курсов ислама. У детей появилась возможность научиться читать Коран, делать намаз и постичь азы религии. В центральной Джума-мечети Махачкалы в честь этого прошло праздничное мероприятие. Подробности у Айши Тухаевой. Подготовка к летним курсам проходила за много месяцев до их начала. Оргкомитет усиленно работал над учебными пособиями, содержаниями уроков и формированием команды преподавателей. Первые занятия состоялись сегодня и продлиться обучение до 15 августа. Программа не только образовательная, но и развлекательная. Программа очень необычная. Будут и спортивные мероприятия, это завтраки. То есть в общем, в комплексе, я думаю, ребенок за эти 2-3 месяца научится многому полезному. При подборе преподавателей мы в основном делали акцент на их квалифицированность и на знание детской психологии. Это в основном учащиеся Дагестанского исламского университета, которые отличились в учебе. Старт занятиям был дан в Центральной Джума-мечети. Здесь для детей устроили небольшой праздник. Кто-то из них впервые начинает посещать уроки ислама. Но большинство уже проходили частичное обучение с муалимами. Дети с энтузиазмом записываются на курсы, но не меньше них такой благотворительной инициативе рады их родители. Я сегодня привела своего мальчика. Ему 7 лет. Ну, мы первый раз здесь, а так мы ходили ранее на курсы. Читать мы умеем. Хотелось бы продолжить. Конечно, хотелось бы, чтобы он стал человеком, распространяющим ислам. Недавно карат закончили. Хотим повторить, чтобы намаз хорошо научились делать. Я хочу уходить на летние курсы, чтобы хорошо научиться делать намаз и узнать больше о исламе. Это очень хорошо, что наш муфтиат сделал такие курсы, открыл. У меня мальчик. Хочу, чтобы он получил хорошее воспитание, поведение, чтобы у него было хорошее. Чтобы он знал, что такое хорошо, что такое плохо, где, как вести уважение к старшим. Я вместе с детьми ходил, и я сам закончил тоже курс здесь, с старшими детьми ходил. Сидели, взятыхали с ребенком, увидели здесь мероприятие, решили подойти, посмотреть. И мы еще три года, но когда начало, когда будет семь лет, мы его приведем сюда на курсы летние. Проходить курсы будут во всех районах и городах республики. Организатором летних курсов при мечетях выступил муфтиат республики Дагестан. Айша Тухаева, Халид Ахмаев, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Махачкала. Тем временем в разных уголках Дагестана прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Увлекательные акции для юных жителей республики были организованы благотворительным фондом «Инсан», газетой «Ас-Салам» и региональным муфтиятом. Яркие впечатления детей от насыщенной программы запечатлела и моя коллега Тамара Самедова. Ей слово. Радость, смех и полезные знания. Вечер для юных гостей, организованный в парке «Агель» собрал более ста детей. Нашиды, викторины, площадки с аквагримом и духовно-просветительские лекции. Отдел просвещения премыфтиат республики подготовил насыщенную программу. «Скажите, пожалуйста, где вы вообще находитесь? Вы знаете? Что за праздник?» «Я тоже. На Агель-парк». «Да? А что за праздник тут вообще?» «День защиты детей». «А вы зачем сюда пришли?» «Чтоб стихи рассказывать». «А вы знаете, что за мероприятие вообще? Для кого это сделали? Знаете?» «Для нас». «Для нас это для кого?» «Осхопли меня». «Только для вас двоих? Да?» Радуется празднику и родители, собравшихся детей. По их словам, такие мероприятия очень важны. Ведь юное поколение может не только развлекаться, но и получать религиозные знания. Мероприятие очень понравилось и ребенку, и мне. Было интересно. Масса положительных эмоций. И, конечно же, плюс какие-то знания дети для себя выносят. Исламские – это самое важное. Подобное мероприятие организовал для своих подопечных и благотворительных фонда «Инсан». Для детей были подготовлены интерактивные игры, конкурсы, мастер-классы и спортивные мероприятия. А богословы выступили с духовно-просветительской лекцией. Детей мы никогда не забываем, не забывали и не забудем, потому что это аманат, это доверение Всевечным Аллахам нам. И это милость Всевечного Аллаха для нас. Ак-риму ау-ля-дакум, сказал посланник Аллаха, алейс-салату вассалям. Ила ахиры аль-хадис. Вы проявляете уважение, почитаете своих детей и хорошо воспитываете их, сказал посланник Аллаха, алейс-салям. Еще один красочный праздник прошел и в Дербенте. Здесь организатором выступил коллектив газеты «Ас-салам». Тамара Самедваш, Амиль Хирей Сулаев, Новости ННТ, Махачкала, Дербент. Футбол на высоте почти 2000 метров в Хунзахском районе определили лучшие команды горной зоны Дагестана. Спортивный праздник организовал футбольный клуб «Динамо». На поле в Матласе – это одна из самых популярных туристических локаций республики. Вышли 15 детских команд в возрасте до 13 лет. Погодные условия не стали преградой перед молодыми игроками. К концу дня они выявили лучших. Первое место заняли футболисты из Ахвакского района, серебро у Сириуса из Унсукульского района, третьими стали ребята из Ботлевского района. В программу праздника вошли также мастер-классы и челленджи с участием игроков Махачкалинского «Динамо». Победители турнира ждали заслуженные призы. Также они будут приглашены на первый домашний матч «Динамовцы» в российской премьер-лиге. В Дагестане сейчас в последнее время очень много ребят ходят на футбол, занимаются. Это, конечно, приятно очень. И много фалантливых дагестанцев вообще по России. Я думаю, такого не было никогда. Да, даже в российских клубах очень много наших ребят играет. У нас в «Динамо» Махачкала наших ребят много. Я думаю, что с каждым годом их будет становиться все больше и больше. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...